Строительство дороги процесс довольно трудоемкий и укладка асфальтобетонного покрытия производится почти в конце, однако. Строительство автодороги Балак-Чубарскон началось полтора месяца назад и вот уже сегодня здесь ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Отметим, толщина этого асфальтобетона будет составлять первого слоя 9 сантиметров, второго шесть экспертов рассказывают, что именно подобная толщина увеличит срок эксплуатации дороги в разы. Длина магистрали согласно первой фазе проекта составляет 25 километров, а ширина 17,5 метров. На первых парах будет осуществлено покрытие дорожного полотна шириной почти в 9 метров и это частично откроет путь для проезда. Всего на этом участке работает более 160 единиц спецтехники и без малого 450 человек. Мы землянную работу делали в течение 30 дней. Перед еще идет землянная работа, но следом, как вы сейчас видите, мы идем асфальтной работой. Первый слой крупнозерности, как мы обещали всем людям, что в этом году мы асфальт положим. Между тем, дорожники рассказывают, что при благоприятных условиях погоды в этом году планируют проложить асфальтобетонное покрытие протяженностью 15 километров. Однако и спешить они не будут, так как основной акцент делается на качество будущей магистрали. В принципе, у нас таких-то проблем нет. Но мы, скорее всего, акцент делаем на качество дорог и успеваем. Иметь собственную дорожно-строительную технику является главным преимуществом для отечественных компаний. Отечественные дорожники сообщают, что для качества строительства дороги приобретен современный асфальтоукладчик. Новый асфальтоукладчик модели Супер 2100. В данной комплектации он способен укладывать до 10 метров. Вообще он рассчитан до 13 метров в определенной комплектации. На данный момент, насколько мне известно, этот асфальтоукладчик является единственным официально поставленным новым в Кыргызстан. Машина соответствует всем современным требованиям. На данный момент является самой современной. Вообще асфальтоукладчики Фогель считаются номер один в мире. Безусловно, местные жители оценили скорость работы дорожников. Последний раз эта магистраль ремонтировалась в 80-х, а за 30-летнюю историю независимости ни разу. «Мы всегда проезжаем по этой дороге, всегда говорили властям, чтобы сделали ее, однако нам говорили ждать. Предприятие Кумтор тоже обещало починить дорогу, однако мы уже устали ждать. Хочу поблагодарить власти за то, что наконец делись за эту дорогу. Радует и тот факт, что строительством занимаются наши компании». При строительстве дорог всегда возникают проблемные участки. На этой трассе это болотистая местность протяженностью более трех километров. Для устранения этой проблемы специалисты применяют технологию каменистой насыпи, после которой она должна простоять до естественного уплотнения, то есть как минимум зиму, иначе прокладка асфальтобетона будет напрасной. «Для того, чтобы построить на болоте дорогу, нам пришлось глубиной до двух с половиной метров убрать болотистый грунт и вместо него завозить уже рваный камень с гор. Вот эти создают определенные трудности, во-первых. Во-вторых, очень много сил забирает, потому что если обычную дорогу я бы, например, за месяц закончил бы уже, то эту дорогу мне придется в три раза дольше строить». Также для заготовки инертных материалов в пяти километрах от строительного участка задействовано две дробильных установки. В день здесь изготавливают до тысячи тонн инертных материалов, что позволит выполнить работу в установленные сроки. Также в рамках проекта предусмотрено установить 31 железобетонную водопроводную трубу и два моста. В ходе устройства искусственных сооружений специалисты соблюдают все нормативные требования. Напомним, строительство дороги началось 4 августа. Проект реализуется отечественными дорожниками по инициативе главы государства. Этой поддержки отечественные компании ждали 30 лет. Достан Касканов, Сиазбек Нурманбетов, Азамат Джапаков, Аллато-24.